К нашему эфиру присоединяется Игорь Дитвин, чрезвычайный полномочный посол Украины в КНР в 1999-2001 годах, сопредседатель Украинско-Китайского делового совета. Здравствуйте, Игорь. Игорь Антонович, здравствуйте. Добрый день. Итак, вы как никто хорошо знаете, что Восток дело тонкое, долгое время служили дипломатом в тех краях. Итак, Игорь Антонович, ваше наблюдение за встречей, за которой действительно следил весь мир. Какой итог визита Си Цзиньпина и Джо Байдена? Я думаю, что об итогах еще рановато говорить, потому что встреча, конечно, как свидетельствует китайская пресса, всеобъемлющая и очень важная. Это надо признать, тут все согласны. Но итоги будут позднее, когда на всех уровнях государственной власти, военной власти обеих стран будут совершаться определенные действия, которые естественным образом вытекают из достигнутых договоренностей, а также договоренности еще не достигнуты, которые еще требуются достигнуть в процессе дальнейшего сближения. Я надеюсь на это очень сильно Америки и Китая, как об этом было заявлено и президентом США, и президентом Китайской Народной Республики. Потому что, как мы знаем, и это стало уже очевидным, по некоторым вопросам достигнуты конкретные договоренности. Это, прежде всего, возобновление связей в военной области, которые были прерваны после визита Нэнси Пилотси на Тайвань в 2022 году. Это и борьба с фентанилом, от которого за последнее время погибло в США 75 тысяч человек. Это также договоренности по поводу климата, поскольку и США, и Китайская Народная Республика являются наибольшими в мире загрязнителями атмосферы за счет использования традиционных ресурсов для промышленности. И некоторые другие. Конечно же, хотелось бы, чтобы было объявлено, или, по крайней мере, было сообщено кулуарно о том, что Байден и Си рассмотрели вопросы, связанные с агрессивной войной России против Украины. Да, Байден заявил позицию в США, которая заключается в том, что США будут поддерживать справедливую борьбу Украины против захватчиков. Не было акцентировано очень большое внимание по поводу возможных, скажем так, сходных позиций Соединенных Штатов и Китая по вопросу Тайваня. Да, были декларации. Вот наша такая позиция, а наша позиция такая. А позиция естественная. Сказал Си Цзиньпин, что будет воссоединение Тайваня с Китаем, поскольку это вопрос исторической родины для Тайваня. Он сказал, что поглощение Пекином Тайваня неизбежно, и США должны прекратить вооружать демократический остров. Но тут важное слово, он сказал, мирным путем, да? Поглощение мирным путем, ключевое слово мирным. Дело все в том, что в последнее время, начиная, скажем так, с 20-го съезда Компартии Китая, когда через месяц опомнились средства массовой информации всего мира и начали говорить о том, что подождите, там же Си Цзиньпин несколько раз говорил о том, что надо готовиться к войне, и теперь Си Цзиньпин готовится к войне. Это все пропаганда, понимаете? Это берется еще, причем не сразу, а после какого-то определенного анализа. Я в свое время уже комментировал таким образом тогдашнее сообщение, что да, не исключает Си Цзиньпин применение вооруженной силы, но естественным путем оно гораздо, как бы, повторюсь, естественнее. Потому что Тайвань всегда был территорией Китая. С данных времен, немножко истории. Когда-то, да, сначала зашли китайские торговцы, потом в 17 веке там были португальцы, называв Тайвань формозы, потом были голландцы, имеется в виду истинская компания. Много разных вещей. Есть одно понятие, которое нужно четко иметь в виду. Китай – это та, скажем так, человеческая субстанция, которая никогда не забывает о хорошем, но никогда не забывает и о плохом сделанном. Имея в виду вот те же самые, Нанкинский договор 1842 года, по которому Китай был лишен Бонконга на 100 лет с копейками в год, это имеется в виду окончание Мопинной войны первой. И тогда, в 1900 году, Китай столкнулся с коалицией стран, среди которых были и Соединенные Штаты, и, кстати, и Россия. Я уже не говорю о тех европейских, которых мы знаем. Понимаете, в чем дело? В Китае четко преследуют собственные интересы, кто это аксиома. Сто раз уже говорили, и это подтверждено. Поэтому, кто бы что ни говорил, но Китай будет всегда стремиться к достижению своих собственных целей. Вашингтон тоже ведь заявляет и стоит на позиции одного Китая, да? Они буквально перед встречей об этом говорили. Вашингтон, как и многие из тех, остальные у нас от двух стран, которые подтвердили вот такую свою позицию, включая Украину, не рассматривают вопросы о том, чтобы Тайвань получил независимость. Просто для Вашингтона в этой мировой политике, как и у любой другой страны, важен какой-то инструмент, какой-то рычаг влияния на того или иного партнера ли, конкурента ли. Тем более, что мы имеем в виду сейчас изменение мировой структуры от однополярного мира к двухполярному. Хотя, то же самое Сельдзиньпин. Когда он был в Москве в марте этого года. Они подписали, приняли, вернее, заявление по политическим вопросам, по экономической структуре. По политическим там содержится обоюдное мнение, что мир идет к многополярному устройству. И чего подобного. Никакого многополярного устройства никто не собирается рассматривать. Всем понятно, что две самые большие вершины в этом мире сейчас. Это Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. И то, что они сейчас встретились, это для всего мира лучше, потому что не будет конфликта между ними, и у всех все будет хорошо. Тем более, существующие конфликты, скорее всего, будут, если не прекращены скорейшим образом, то, по крайней мере, в отношении этих конфликтов, или как называет Китайская Народная Республика войну России против Украины, кризис, да. Хотел бы я посмотреть на китайцев, если бы вот тот, значит, жуткий эпизод в истории Китая, когда в 1939 году в Нанкине японцы вырезали 300 тысяч китайцев. Китайцы называют это нанкинская резня. А мы бы сейчас сказали, послушайте, какая резня? Это кризис был. Вот китайцы должны понимать наши отношения к их формулировкам и к их отношению к этой самой войне. Хорошо, что у нас теперь есть все инструменты, которые могут принести и привнести это понимание. Я имею в виду назначение нового посла Украины в Китае и многие другие действия. Я недавно слышал о том, что Зеленский поручил готовить его визит в Китай. Когда это будет, это все техника. Но есть понимание того, что нужно сближаться на этом самом высоком уровне. Поэтому то, что мы сейчас в Вашингтоне это огромнейший плюс для всех ситуаций в мире. Что касается войны в Украине. Пускай там не рассматривалась проблематика взаимодействия двух стран по этому поводу. Но прозвучало. Вы же смотрите Китай. Вы же давайте влиять на Россию, чтобы они прекратили. И давайте влиять на Иран. Вы же там миротворец. Помирились Иран, Саудовская Аравия. Хотя все забывают о том, что 9 лет Америка занималась этим вопросом. Соединить Иран и Саудовскую Аравию опять. Китай вышел на последний стадий. Китай получил все лавры миротворцев. Замечательно. Пускай используют эти вещи. Поэтому к нему так и обращаются. Знаете, мы сейчас обсуждаем с вами официальную часть заявления, которое мы услышали по итогам этой встречи. И безусловно, вы, конечно, правы. Результат этой встречи мы еще увидим в последующем, потому что не так все договоренности сразу становятся публичным таким достоянием. но очень важная часть общения двух мировых лидеров, которые я хотел бы с вами обсудить, так сказать, неофициальная. Да, это, конечно, как они гуляли, как они приветствовали друг друга, но еще, мне кажется, важный момент, когда Джо Байден показывал главе КНР Си Диньпину фотографию, сделанную в 1985 году. На ней запечатлен молодой Си Диньпин на фоне моста золотые ворота в Сан-Франциско. И сейчас, значит, спустя столько лет он снова в Сан-Франциско. А китайский лидер, в свою очередь, демонстрирует в главе Белого дома свой любимый мощный 12-цилиндровый лимузин мощностью почти 800 лошадиных сил, если не ошибаюсь. Что это на языке дипломатии? Это же не просто два мальчика хвастаются там чем-то. Это же ведь, я думаю, протокол очень серьезно работал над такими вещами. Тут даже, думаю, дело не в самом протоколе, что является неотъемлемой очень важной частью ведения дипломатической работы. Скорее всего, это вот те самые, понимаете, реперные точки, когда мы заранее знаем, проявив это, мы получим конкретный позитивный результат восприятия с той стороны. Поэтому и делаются такие вещи, которые могут возобновить приятные воспоминания у того же Си или восторг от 800 сильного автомобиля у Байдена. Понимаете, в дипломатии очень много вещей, которые направлены на то, чтобы оказать личное воздействие на собеседника. Потому что переговоры что такое? Каждая страна приходит со своей конкретной, четкой и зачастую утвержденной за самым высоким уровнем позицией. Они полгода наверное эту позицию согласовывали, ведь правда? Скорее всего. И поэтому цель переговоров чтобы твой оппонент, твой визави добровольно, в трезвом уме, четкой памяти отказался от своей позиции или части позиции и принял твою позицию. Как на этого добиться? Есть разные способы. Иногда бывает на переговорах такое происходит, что мэтры мирового театра они бы просто нервно курили в сторонке. Потому что дипломаты такое совершают, понимаете, заламывание рук, показное значит это вот показное неприятие или допустим пускательные слезы, уныние и отчаяние и так далее. Это все воздействия эмоциональные на твоего собеседника, который тоже человек. Если он хуже подготовился чем ты, ты выигрываешь. Если он лучше подготовился чем я, значит тогда я должен собираться и противостоять. Поэтому все эти вещи это понимаете, оно идет в учебнике дипломатии. Я вас уверяю. Но это должно быть желание вот это личное эмоциональное воздействие реализовать. То есть нужно просто так человек без желания, тем более если мы говорим о лидерах двух сверхдержав, он не будет играть в этот театр. Значит это тоже хороший знак, что они так сказать подыграли друг другу в этом и вызвали определенные эмоции. Речь о том, что не от Си и не от Байдена зависит позиция Соединенных Штатов либо Китая на данных переговорах. Это все готовится заранее, определяется и если оно утверждено уже, тогда ищутся инструменты достижения цели. Поэтому туда входит целый набор разных средств и способов. И тогда уже Байден и Си как главные актеры этого спектакля, а это спектакль, потому что он рассчитан не только на то, чтобы одна страна поняла другую, а на весь мир. И видите, как все это обсуждают, потому что все знают, что мы все зависим от того, какова будет позиция Америки и Китая. Будет ли у них конфликт или будет у них дружба возобновленная, либо это будет просто, скажем так, как просят китайцы, что они ставят в углах, это взаимное уважение, территориальное, нет, не так, взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество, понимание проблем друг друга. Если есть такая позиция утвержденная, есть инструменты, которые подходят по мнению сторон, и тогда эти два лидера двух сторон проявляют, то есть пришли стороны с желанием обоюдным скажем так, отбросить всю свою злобу, все свои претензии, а специально приехали туда навстречу, чтобы подтвердить той стороне и всему миру, что мы за сотрудничество, а не против. Не даром все говорят, что если будут конфликтовать Соединенные Штаты и Китай, проиграет весь мир. А мы должны будем все-таки стремиться к тому, чтобы наше сотрудничество, тем более мир великий, в каждом есть свое место, давайте будем делать так, если у одного будет хорошо, то и у второго будет хорошо. Это слова, которые трудно опровергать, трудно подвергать сомнениям. Да-да-да, как сказал Си Цзиньпин, что планета Земля очень большая, и нам обоим нашим странам хватит возможностей и места, чтобы быть успешными, да, здесь нечего толкаться, так сказать, и поворачиваться спиной друг к другу. Игорь Антонович, давайте проанализируем сейчас, что пишут западные СМИ о встрече Байдена и Си Цзиньпина. Значит, The New York Times пишет, фактически стороны договорились продолжить контакты и всегда брать трубку в кризисных ситуациях. Так, значит, The Washington Post после встречи Си и Байден демонстрировали больше теплоты, нежели годом ранее на Бали. Китайский лидер назвал их отношения самыми важными в мире, добавив, что Вашингтон и Пекин должны подавать пример сотрудничества между крупными державами. Однако, некоторая прохлада между ними все еще есть. Ну, конечно. Значит, CNN, Си послал позитивный сигнал, но что будет после слов о диктаторе? Действительно, значит, стандарты, такие дипломатические тонкости нарушило заявление президента США, который назвал Си диктатором в том смысле, что тот руководит коммунистической страной. И знаем, что МИД Китая молниеносно отреагировал, назвал это заявление крайне ошибочным и безответственным политическим маневром, но в то же время там отметили, я процитирую, что следует отметить, что всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, пытающиеся подорвать китайско-американские отношения, им это не удастся. В общем-то, ну, правильный итог. Из The Wall Street Journal вышел заголовком Байден и Си усмирили злобу ради стабилизации, и Блумберг заключает «Побед немного, но перспективы обнадеживающие». Как вы считаете, ну, в целом, мне кажется, позитивные, да, итоги подводят мировые СМИ? Итоги подведены мировыми СМИ, позитивные, вопросов нету, но даже то, что написали The Wall Street Journal и другие западные издания, оно понемножечку меркнет перед тем, как оценивает китайская пресса государственная для итогов этого визита. Я вам несколько приведу цитат из сообщений, которые опубликовала Жен Мин Жибао. Это все, значит, сообщения от агентства Синьхуа. Китай всегда стремился к выстраиванию стабильных, здоровых и устойчивых отношений США. Оказывается, Китай всегда стремился к таким отношениям. Понятное дело, что имеется в виду, что штаты не понимали этого или дули в свою дудку для того, чтобы эти вот стремления не нашли результат. У китайской стороны есть интересы, которые должны защищать. Принципы, которых она должна придерживаться, и красные линии, которые никому нельзя пересекать, сказав Синьхем. Выразил надежду, что две страны станут партнерами, которые будут уважать друг друга и мирно существовать. И главное в этом деле уважение. Правда, Байден тут же диктатор, как это по-дипломатичнее сказать, ляпнул. Да, Хотя он как раз диктатором его не назвал. Когда к нему обратились с вопросом, до сих пор он считает Си Цзиньпина диктатором, тот сказал да, да. Не сказал, что он диктатор Си Цзиньпина, ловите его, сказал да, потому что перед ним роль управлять в коммунистической стране, то есть авторитарной стране. Говорят, Энтони Брянкин в этот момент едва не потерял сознание. Я не мог это пропустить. Назвала Маунин спикер Министерства иностранных дел Китая это манипулятивностью. Понятное дело, что они прекрасно понимают, что в этом тоже идет процесс использования какой-то инструмент манипуляции. Да, мы с вами договорились, потому что мы две великие державы, но я считаю, что ты, господин Си, ты все-таки относишься к диктаторам, которые могут пропустить информацию об аэростате, потому что это удел всех диктаторов и могут не доложить, а сейчас потому что ты занимаешься тем, что ты руководишь авторитарным коммунистическим Китаем. А кем ты тогда можешь быть? Как не диктатор? Не то, что ты избранный всенародно, что так и есть, потому что он даже нарушил традицию, заложенную Дэн Си, пинами. Все правят по 10 лет, и тут, понимаете, на фоне того, что произошло, вдруг начинаются какие-то вообще непонятные для многих, для меня в том числе, типа, пропадает министр и на самом деле Цинган. Пропадает Ли Шанфу. Умирает ли Китян вообще от сердечного принципа? Я уже не говорю о том, с какой помпой вывели бывшего главу КНР Ху Циндао со съезда. Да, да, да. Вещи, которые не укладываются в разумные, понятные, стандартные, значит, принципы понимания того, что такое Китай и как он действует, как действует власть. В этом видится что-то, что по некоторым оценкам может привести к непредсказуемости развития событий, а по другим оценкам, да, когда объявлено, что мы к столетию образования КНР, будем вместе с Тайванем, вот, то тогда впишите меня, пожалуйста, в аналы китайской истории. Я уже там, имеется в виду Сильциньпин, я уже в этом самом уставе КПК наряду с Мао Цзидуном, наряду с Дэн Сяопином. Уже забыли, кто такой, значит, Дзянь Цзиминь, хотя он был номер 3 до этого по цифрованию и по уважению во всех этих будущих. А сейчас все, сейчас Си Цзиньпин и на многие поколения вперед. Кстати, как раз же в момент, когда он прилетел в Санкт-Франциско, это же была дата 11 лет, да, по-моему, уже как в 12-м году его же, он стал генеральным секретарем Цзиньпином. Да, 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 да. Ну, вряд ли его Байден поздравил с этим. Не думаю, что это то, что имел в виду весь коллектив, готовящий Байдена к этим самым переговорам. Поздравить. Если он допускает себе такие вещи, как соглашаться с тем, что да, он диктатор, и, кстати, я с диктатурой его поздравляю, но это бессмысленно. Ну, конечно, да, я иронизирую. Конечно, да, конечно. Вы цитировали, кстати, сейчас, несколько минут назад, китайскую прессу, которая писала об итоге визита Цзиньпина в США. Я еще приведу пример. Значит, это China Times писала, значит, встреча Джо Байдена и Цзиньпина указала направление и разработала план здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений. И вот, переговоры стали вехой в истории отношений двух стран. Это слова спикера, которые вы упоминали, Мао Нин. И она добавляет, на встрече достигли множественных результатов и более 20 консенсусов в области политики, дипломатии, межлистничных обменов, глобального управления, военной безопасности и в других областях. То есть, в общем-то, в Китае очень удовлетворены встречи. Можно так заключить. Да, совершенно верно. Они, скажем так, распространяют свою точку зрения, которая оценивает эту встречу как замечательный итог. и это понятно, потому что это, во-первых, для внутреннего потребления, чтобы китайцы знали, что их лидер ведет правильную игру. Он ведет страну туда, куда нужно. И он не хочет войны, он хочет уменьшить негативные последствия от, скажем, состояния напряженности в отношениях между Китаем и Соединенных Штатах, со штатами. И хочет восстановить то позитивное, что может повлиять на дальнейший рост благосостояния китайцев. Потому что Си Цзиньпин везде и всюду говорит. Главная наша цель это улучшить жизнь китайских граждан. Я вам честно скажу, когда приезжаешь в Китай в 1993 году, то ты видишь, что на главной улице Дзянгоминвай десятки тысяч велосипедистов одеты в униформе. И две-три машины, в основном дипломатические. А что ты видишь, когда ты приезжаешь в Китай в 2022 году? Приезжаю я в Китай и что я смотрю, что я вижу? Это же просто то, что я всегда отмечал. Полгода ты не был в Китае, ты уже его не узнаешь. В этом июне я был в Китае и пришлось помотаться по провинциям на скоростных поездах. Раньше было 300 км в час, а сейчас 340. Так это средняя скорость. А есть же 450. Где еще в какой стране мира вот такие достижения? Это же вся страна опоясана. Раньше мы летали или на поезде ехали из Пекина в Харбин целые почти не то, что сутки, но ночь точно. А сейчас это раз, 3-4 часа и ты уже в Шанхае или в Харбине где-то еще. И прочее, прочее, прочее. Если раньше они были все в униформах, то теперь ты смотришь на улице, это же просто модельный дом. Все идут и у всех лица счастливые. Я об этом писал даже в том же самом Жен-Бин-Жибау, что меня поразило. Я откровенный скажем так оцениватель, положительный оцениватель того, что добился Китай за счет рекорд. И это все признают. Нет другого страны, нет другого такого примера, когда за 40 лет люди из неизвестно чего стали второй экономикой мира. И теперь Си Цзиньпин этим всем показывает. Смотрите, мы на правильном пути. Мы вышли в лидеры. И теперь мы имеем два полюса. Мы и штат. Игорь Антонович, и напоследок расскажите такой вопрос. Какую роль в нормализации отношений США и Китая играют панды? Си Цзиньпин пообещал, что его страна отправит в США новых панд и назвал их посланцами дружбы между китайскими и американскими народами. Известна предыстория, что эти медведи давно являются символом американо-китайской дружбы с тех пор, как Пекин подарил пару панд национальному зоопарку в Вашингтоне в 1972 году накануне нормализации двусторонних отношений. И в недавней истории, когда за последние несколько лет отношения между двумя сверхдержавами стали ухудшаться, известно, что в Китае стали требовать отдать те панды назад в нашу страну. И действительно так случилось. Вот три большие панды недавно из США отправились назад в Китай. Значит, если действительно Си Цзиньпин доволен переговорами этими, то сдержит обещания данным американцам и снова пришлет им панд. Так получается? Получается так, что мы снова убеждаемся в тонкостях церемониала и протокольного воздействия на суть переговоров вот этими тонкими вещами. Конечно, нельзя сравнивать символ Китая панды и символ Америки, скажем, Макдоналдс. Но в Китае, во-первых, очень много Макдоналдсов и они нормально там существуют. Но не об этом речь. Если в 1972 году, когда Никсон приехал в Китай встречаться с Малодзи Дуном и после этого они считают теперь 50 лет, о чем было сейчас везде в прессе китайской сообщено, что 50-летний период улучшения отношений между США и Китаем, вернее так, установления этих самых отношений, потому что до этого отношений не было, то теперь мы берем тот же самый принцип воздействовать вот этими вот, понимаете, приятностями, особенно связанными с тем, как читают во всем мире панды с символом Китая, причем таким сладким символом, который показывает мое теплое китайское отношение к тому, кому я их дарю, вот, дай бог, чтобы вот эти вот панды сделали свою роль, и наконец-то все было хорошо в отношении между Китаем и США, и тогда и нам будет хорошо, а им будет плохо. Значит, есть у нас уже и голубь мира, а теперь у нас панда мира, да, 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 ну дай бог, дай бог, что ж, спасибо вам за этот интересный разговор, спасибо, Игорь Антонович, Игорь Литвин был в нашем эфире, чрезвычайный полномочный посол Украины в КНР в 1999-2001 годах, сопредседатель Украинско-Китайского делового совета. Спасибо, всего хорошего. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.